Год лошади у севастопольских художников начался с хода конем. Настоящее рождественское чудо традиционно. Маслом и акварелью на холстах и не совсем эмалью на керамике. Так 12 мастеров кисти рассказали свою сказку, добавив каждый по главе картине того или иного месяца. Конечно, не обошлось и без главной героини. Подснежники в Севастополе с Германии специально привезла художница Елена Вельчукова. Результат налицо. Даже несмотря на то, что месяцы в рамках развесили в непривычном порядке, картина года сложилась гармоничная. Все картины настолько противоположно разные, как каждый месяц. Но между ними есть что-то такое общее, как вот месяц от месяца перетекает. Иногда один месяц похож на другой бывает. Поэтому вот я когда посмотрел, когда эти работы все уже на стенах, мне вот подумалось, что так и получилось, как в году. У каждого художника своя сказка и свое настроение. Теплый севастопольский январь на улице соперничает со снежным крымским на картине. А распахнутое в весну окно и цветущий мартовский миндаль сменяется призрачным полнолунием апреля Александра Шадуры. Картина экспромт, ну как этюд, быстро написанная. Я даже думал, сейчас вот так вот найду композицию, а потом сделаю работу немножко так по-другому. Ну у меня настолько это получилось, как мне показалось, вот этот экспромт такой, что решил, что он такой должен быть и дальше ничего не надо делать. И я оставил этот вариант. Но только одной картиной художники не ограничились. На выставку каждый привез еще несколько работ на тему, как маленький рождественский подарок гостям. Она не просто сказочная, она глубокая, она радостная. Это больше, чем сказка. Это не просто обман или фантазия, а это радость от реальной жизни. Почувствовать себя в сказке 12 месяцев можно будет до 9 февраля в галерее «Зеленая пирамида». Александра Толкачева, Олег Ивашенко, программа «Наше время».